господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 800 события дня откровение 22 17 и дух и невеста говорят приди и слышавший да скажет приди это пришествие господня приближает для прицарствия это за 21 февраля 2018 года видите у нас сегодня события дня а с чего началось не было событий дня и вдруг заходит мы смотрим все время нам нравится там мы пожилые колесникова фамилия николай и она вот к сейчас помню у нас кручина николая она хорошо бы если на каждый день выдавали события какие у вас там вот включил я и ни разу мы не выключали ежедневно по одному ролику со 800 ну легко на 365 разделить это два с лишним года вот господь как делает потом мне говорят так это враги говорит вам подкинули то специально чтобы знать что вы делаете ну и что да благословит и господь и врагов благословляйте они проклинаете вот события дня видите как 800 но если господь благословит будет 800 и 1 и вот сколько у нас дело до этого также были события но я все копировал и все складывал и в архивах так все и лежит ну поднимать не стоит каждый день хватает события некоторые ушли вот внешние события какие были вчера вчера ходил я на почту потому что там уведомление пришло два заказных письма пришел с восьми а тут переделали с 11 3 часа ходит на я уже пошел думаю да я пойду к десяти мету и до пяти но без выходных наверное так попросили сделали чтобы им набрать главное количество часов и пришлось там по походить по улицам взял письму что там может быть прихожу из двух прокуратур алтайской краевой и мамонтовской то есть они еще не делали вот интересно время пришло видимо сверху все время ссылаются на указы вот дай-ка я покажу сейчас их чтобы знали как интересно это все делает сейчас возьми в руки и вот смотрите ничего еще не делается начинает вот это там и стукачество заложили то есть преступники выступает для того власти дана чтобы она могла защищать нас от безумия людей файл смело обратился племянника послал заложил павел этого заложил 40 киллеров заложил их но страна преступников гулаговская вот главное управление министерства внутренних дел по российской федерации по алтайскому краю вот оно как выглядит показать прямо так и делать чтобы оно прямо было там ничего собственно и нету но только уведомляют какие принимают действия вот пришел один лист ну ладно главное управление вторая пришла администрация губернатор алтайского края уведомление сообщаем что ваше обращение зарегистрировано под номер тогда там номер такой-то и направлен на рассмотрение исполнитель кто главное управление министерства внутренних дел российской федерации по алтайскому краю горбатенко второе пришло вторая бумага еще ничего нету это власти так реагирует а власти никакой нету вот просто есть они ничего еще не сделали но так уведомляет о движении документов третье приходит то аппарат полномочный представитель президентской президента российской федерации на сибирскому федеральному округу ну все это написано за болотный федеральный инспектор по алтайскому краю до этого я их всех знал шуба там был другой виктор еще я очень хорошо знал сергеевич это кажется вот это ничего не только уведомляют никаких мер еще нету вчера прокуратура алтайского края кто начальник отдела по надзору за исполнением законодательства социальной сферы старший советник юстиции я не знаю какое это звание старший советник юстиции это смотрите пять бумаг уже пришло но ничего еще конкретного нету на не уведомляет только вот это мне особенно удивляет так прокуратура мамонтовского района тут прямо показана территория регламентирующая вопросы миграции и порядка пребывания на территории российской федерации гражданином украины малышом романом и так далее еще не скрываю показываю пожалуйста государственный закон и что-то требует нет ничего нету нету а когда случится несчастье люди которые что-то бурчат они ничего не знают это мы 27 лет положили на то чтобы основать деревни начать строить это очень трудно было везде противление и вдруг чужой человек все на разрушение священник не авторитета у нас в уставе это написано куда бы не поехал священнику сказать он молится здесь ничего нет он все попрал и мы обязаны как чужды человек приехал и какие-то меры должны быть настраивать друг против друга вся власть сатанинская антихристова но и так далее мы обязаны это потому что это наше детище деревня вот теперь вопрос стоит а для чего для того чтобы нас не обвинили когда а нас все время держат на учете приезжают уголовный розыск проверяют и все время а это кто строится это кто а вот теперь кто у вас человек живет и вы знали вы скрывали это понимаете нам такая беда а он все время батюшке шесть раз только батюшка говорил ну когда ты будешь ну гражданца то получать а надо ехать в пред документы то и он обманывал обманывал я подходил на не шесть а десять раз едем в машине и опять ему как-то неудобно говорить но все равно он минимум когда он поднялся все и батюшку не слушает дерзит ой-ой-ой какая беда то а потом явно видно что полностью сошел с ума без основания началось все против ни одного документа паспорт сжигает и нам зачем эту беду на этих условиях деревня не строилась у нас все делается согласно слова божия и конституция российской федерации это человек совершенно чужой со вчерашнего дня я сказал молиться будем теперь определенно не просто избавить от беды а избави от романа верни его домой жене к детям чтобы он какой беды не сделал сидит в железном контейнере какие у него мозги то он еще не сделает с собой не открывает может быть неделю там прокис уже лежит и прошу помочь кто понимает это дело у нас были хорошие отношения а почему он при вас это не делал не бунтовал не знаю у меня часто было так посылаем к такому человеку там говорит и вас он принял да и хорошо было да я считаю нейтрализовал господь что все время молились мы были рядом и он даже сатана ни хвост ни рога не показывал как только уехал вот это пошло я отношу только к тому милость божия была и он расположен был с улыбкой вот это есть там сейчас поставил ролик один человек постарался сделать и как хронология одного предательства и и вчера вдруг я только вернулся и вдруг звонок то есть в скайпе я смотрю марина сергеева я вот хотела поговорить да подожди сейчас я включил чтобы что-то не заработал там ну полминуты еще там ты качала эта система пока подключила и далее мы разговаривали сейчас 40 она попросила ничего не возражать но я сидел и молчал и когда стала она уже буквально просить чтобы я хоть что-то ответил я ответил и и прочее а сейчас а отзывы идут больше тысячи пришло для нас тысяча это уже цифра как кто мы такие-то это же не что-то там завлекаловка какая-то люди где-то много бывает где-то не проходной двор но много до пропели корейскую песенку два миллиарда посещение два миллиарда а там ничего нету совсем ногу выше головы подняла и все у нас это не так это остаются люди друзьями обращаются к богу каются и в конце марина стала счета думать а тут говорят он ты на нее положил глаз то с бабами знакомы теперь она следую рот то раскрыла не понимает что ли она тоже у нее ребенок есть это же скидывает понимать я хотел сказать и но было неудобно раз теперь под скайпа много говорят я скажу марина будь осторожна не надо играть этим но она как-то умягчилась конце у нас разговор хороший получился а вначале я слепой я глухой горячо тогда отвечать спрашивать я слепой и глухой я не вижу ничего не знаю да нет что-то там ну тогда слушай внимательно это чужой человек но он же нет он обманывает что он сказал что все показали паспорта не показали он привязывается к словам там не было ну кто согласен показать паспорт все подняли руки вот как было но все батюшка заулыбался на этом все конец он передергивает слова умышленные лет я не знаю но сатана это делает я заголовок это сказать название ролика назвал назвал так что господь сокрушит окончательно кого демонов которые обладают человеком демонов борьба не против человека наша брань против духов злого поднебесной и он ей написал и она его озвучивает письмо и место описания которое считает он как бы к нам ну допустим 5 мест писания ни одного нет к месту не знает куда их приложить то написание то не знает а так это надергал и воткнул и все совершенно не знает это серьезный был ролик поговорили и по-хорошему расстались молиться мы за нее молимся рассказала у него беда огромная трагедия но для него это уже привычное потому что разведенный он имеет опыт разводить это понятное дело и здесь ему бег не надо ничего теперь проявился лик и но вот они отвечают это я показал документы теперь там они свое но фсб поставила только печать еще фсб там будет заниматься минимум пять организаций так что уже ему поставили предел не больше двух месяцев привести свои дела а если фсб займется док там и ускорят прошу всех помолиться чтобы господь вернул его домой здесь ему не место и он не уживется ни под каким видом тут сразу будут конфликты и тогда уже конфликту будут по уголовному делу мы обязаны к власти обращаться а вот некоторые еще некоторые то мы поймали вора показываем и некоторые вниз показывает руку в 28 человек 56 человек а что товары вора мне нравится что поймали я знаю это я сидел с ними в одной камере у меня один там вася звать его что-то на меня буркнул когда я зашел в камеру это было в кемерово кто такой я зашел только мир дома сему перекрестился но зашевелилась камера камера большая там человек 80 наверное подошел так солидный человек а кто вы будете как назвать старший смотрящий или пахан я сказал так эта статья 190 прим это что-то милиционеры зарезали наверное нет это 190 статья у меня 190 прим это распространение заведомо ложных измышлений порощих общественной государственной струи то есть любое это порочащих я сказал раскулачивать брал интервью ну какой раскула разве это архипелагу лак издал насчитал сразу где бы хотел я говорю поближе у них так по три человека на шконку шконка такой к она в два этажа сейчас не помню в два кажется этажа было все ну и один спит другой ходит и вот так одни ночью другие днем все занято некоторые которые там порченые там петухи называют и ну паре такая их не разрешает ни со стола ничего брать не табак и только около туалета лежать и там такие видно есть у меня подошел что вам где бы хотелось на какой койке а дым стоит я говорю ближе к окну а там жалюзи ничего не видно только слышно как стрижи летают и кричат такая тоскана сердце он тогда подошел так так долой одного скинул ты тоже куришь наверху так тоже уходи и две шконки мне сразу дали что я просил их нет а когда зашли только но привезли уже ну каждому надо дать матрас я ни слова еще не говорил а там баландер называется которые осуждены но и работает при тюрьме ну такой мягкий характер видимо надежда на их я какая-то есть так отец никакого матраса ты не получишь ты отойди в сторонку то я говорю а почему отойди не разговаривай но я отошел сторонку и он всех пропустил потом отец я тебя ждал знаешь сколько тебя ждал тут уже третий год примерно работаю я тебя ждал а как вы знали да никак ты же верующий до молишься да меня евгений звать он начинает я специально один матрас то загнал спрятал то и просто не дает просто не хрустящие буквально как в ресторане дают или это в гостинице то я для вас готовил вот как бог встречает а вывели меня куда же вас поместить то я говорю где нету табака меня разводной там ведет всех уже развели я один я вред табака нет табака нет я веду двое а что говорит женщины ведут а вот это ты говорит где там штрафная у них там шизо и он один там будет хорошо зашли а я вот тут что-то душно так это душно она побежала маленько пойдет приходит длинная швабра а вверху там застеклено застеклено на зиму было и решетка от удар с этой швабры то два раза стукнула стекла посыпались вверх ветер-то ударил от вове как хорошо так ну и все те смолись за нас меня звать надя меня людмила там и вот как бог делает путь пролагает это я просто вспоминаю говорю как бог это делает и так и здесь поймали вора они недовольны у них воровали нет а почему не он воровал вор я и обязан его вора сдать это и библия об этом говорит а куда же его девать то когда они у нас все и магнеты там снимают и машина разбирает по деревне прошли все решетки газовый баллон у батюшки канистру с бензином у игоря с 300 литров надо поговорить был как с романом ему 40 лет о чем с ним говорить то он все знает это сидят там а слюни распускают у них ничего нету тролли не о чем говорит все переговорено батюшка говорит на собрании он дерзит всем то есть он разрушитель бесноватый и еще не слышите это все марине еще рассказал вот так такой был необычный день но вечером это уже всегда была третья часть канона андрея критского у нас по-русски на три ступени на просьбу помилуй меня боже припев на вторую это благодарственный благодарим тебя христе божий наш и третье славословие слава тебе боже наш слава тебе вот какой был интересный день один день и далее здравствуйте дорогой наш игнатий тихонович пишу по просьбе екатерине голубевой вчера над отравляла вам сообщение с просьбой отложить книги но сегодня не может прочитать ответ так как отключен интернет и неизвестно когда его работа возобновили в городе притом в городе если вам удобно пожалуйста пришлите мне ваш ответ для нее я передам спаси христос игнатий лапкин заказ принят пишет вот я отмечаю заказ принят все она что просит просит трехтомник для кого-то и 7 экземпляров к истинному православию и 18 том зеленый у нас открытым оком коране а мусульманах ну и все такое я стал меня заинтересовало интересно сколько же роликов у кого мы видеоролики которые стоят тут много выступает на 20 февраля стал считать зашел и нашел несколько шесть человек остальные там непонятно считай хочу отец андреева 1815 у него фактически больше всех 1815 роликов дальше коску на течь максим 248 осипов алексей ильич 1736 вот почти идут где-то в догонку дальше кураев отец андрей 350 о голове на тец владимир 4241 1241 за тысячу и стерлиговый германа посмотрел стерлигов герман 423 дальше это вот 6 знатных 5813 а зачем это нужно узнать как там не все это интересует количество сколько до луны сколько можем человеку в космос меня и данная люблю математику то но и я сравнил у меня 9900 то есть два раза больше чем у этих знатных как потому что всесторонняя вся жизнь показывается 9900 на сегодняшний вот на 22 теперь дальше меня интересует другая статистика так сколько стихотворений было написано профессиональные поэтами за всю их жизнь это установить менее совершенно то точно почти невозможно но приблизительные данные все же есть вот данный на 10 поэтов то есть я это сделал потом в интернет заказал попросил никиту поза заниматься найти данные почти точные так пушкин 795 лермонтов 400 некрасов 546 блок 260 есенин 450 гамзатов 53 не удивило гамзатов нигде другой цифры нет а неужели 53 у него непонятный но другие там такие но прозой евтушенко 178 тоже мне не верится евтушенко такой плодовитый долго жил никакой данной не отописал все в интернете не так значит не так крылов иван андреевич 205 205 басин никитин 90 это знаешь как его звать иван савич рождественский 136 роберт рождественский 136 и того и того 3113 стихов о 10 поэтов за всю жизнь я просто сравниваю я смотрю какие стихотворения бывает там даже поэма но в основном три четыре за пять куплетов почти не переходит так кратко что то увидел он ну скинул тебя твой трон я ненавижу твою погибель смерть детей жестокой радостью вижу пушкин сказал два куплета три куплета но я тоже сравнивать плодовица посмотреть лермонтов 27 лет жил пушкин 795 это 795 а жил 37 лет но как может быть меньше евтушенко когда он 80 лет прожил вот это данное мне ну больше 795 нету никого ну пушкин то был очень плодобитый но там стихотворение прям по куплету это стихотворение все равно считается а мне спрашивают ну вот что поэт я не поэт но у меня все стихотворения по 9 куплетов 36 строчек и их 3467 то есть больше чем все вместе взятые 10 поэтов это за 9 лет только а как не знаю я их стихами не называю но мысль заложена такая что сегодня сам с трудом могу до конца в глубину их пройти столько там в них втиснуто стройным подтекстом экстраполяция называется переход во временных формах лично к человеку и очень необычная рифмовка и мне это главный тут поэт был ему 90 с лишним лет марк иосифович юдалевич еврей поэт во главе всех поэтов стоял здесь на алтай там и он удивился даже одно стихотворение там выслушав рыбацкая шхуна с волнами боролась заканчивается куплет когда мой корабль опрокинет пучина рот поперхнется волной дай боже чтоб к небу своею кончиной других я увлек за собой или пример к себе своим воображением я с моисеем на своей вершине последний раз гляжу из под руки враги с собаками с бинокльями в машине мой след вынюхивает у кустов реки моя погоня гнались до упаду я отошел не досягаем вам прощай земля азарт закона града мой труд следы считайте по слогам я успевал на каждом повороте засеять поле застолбить межу со златоустом путь житейный пройден с той стороны земли на все гляжу а то выходят ну начи начинает люди там спрашивать а почему именно берете на себя эту миссию я не беру она на меня возложена я отрекался как еремея говорит я молот и прочее но господь взял вершину зашиворот как щенка сказал ты иди и скажи я могу сегодня спросить кто писал обличительные письма в оон кто писал генеральным секретарям какие были кто писал патриархом ни одного не пропуская а потом всем архиереем вот найдите тогда мы будем с ним разговаривать на равных а я все время писал меня таскали били сажали поэтому те то которые нападают кричат у них ничего нету и они за ну крикнул там мы бросил там чужой блевотина и романа говорит собрал и бросаешь но зачем моя колокольня стоит я далеко видно вот и вот я дальше пишу не могли были вы помочь и проверить точно ли эти цифры никто точно не ответил никто ну я разослал примерно 50 человек иван г здрасте я почему-то его фамилии все есть они и говорят а то там олег сват там другие заходят и по этим нападают на них и начинают тянуть то есть порочить меня а для у них хорошо и перетягив себе прям пакости делают ну и пришлось просто скрывать он пишет здравствуйте гнати лапкин регулярно слушаю ваши ролики в трепете от мудрости который бог вам дал благодарю вас за нечеловеческий труд и хоть я простой мирянин православной церкви и мое слово мало значит пусть она хоть немного даст вам бодрости в день грядущий по скрипта если у вас есть что сказать то есть у моей жены брат двоюродный алексей он очень религиозный человек и вообще на первый раз зашел это человек вот смотрю во второй брат павел пастырь баптистской церкви города севастополя в котором городе мы все находимся алексей многие года был баптистом работала баптиста активно проводил лекции с кафедры у них доме молитвы но и вот указано откуда я не скрываю а несколько лет назад понял что бога нету баптиста вообще но только в этот момент вместо того чтобы сделать шаг вперед он отошел от церкви на два шага назад к сожалению сначала пошел мессианский иудаизм а теперь полностью перешел в ортодоксальный иудаизм в хаббат сегодня больше не считает что христос бог и продолжает ждать мессии вместе с иудеями есть ли какая-то надежда что надумается просто он настолько рьяно сейчас изучает иврит считает талмуд и прочее что страстно становится и шоул не преисподне и все остальное не то но от как ты дома я хочу спросить тебя что такое еврит и иди чем отличаются видимо написание туры было на и ну понятно что дальше но главное изучает иврит считает дальше а разговаривать на каком они они на армейском дальше я отвечаю все в божьей руке надежды вовсе мало потому что сказано евреям 10 25 не будем оставлять собрание своего как есть у некоторых обычай вот ведь я отвечаю как не я отвечаю это то господь ему отвечает не будем оставлять собрание своего как есть у некоторых обычай но будем и вещевать друг друга и тем более чем более усматривайте приближение дня онова если ибо если мы получим познание истины произвольно грешим то не остается более жертвы за грехи но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников если отверстие закона моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью то скольте к чайшему думайте наказанием повинен будет тот кто попирает сына божия и не почитает за святыню кровь завета которую освящен и духа благодати оскорбляет мы знаем того кто сказал у меня отмщение я вас дам говорит господь и еще господь будет судить народ свой страшно впасть в руки бога живого то есть это ответ не мой павел говорит приводит слова писания можно ли этого павла там вернуть вот я отвечаю сами судите дальше время 64 ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дары небесного и соделавшихся причастниками духа святого и вкусивших благого глагола божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием когда они снова распинают себе сына божия и ругаются невозможно это конечно богохульник не знаю еще признает ли слово божие он дальше покаяние имеют ввиду повторное крещение в толковании к этому стиху но хоть какое покаяние написано мы не будем тут соблять толкование даже обновлять покаяние покаяние совмещалось с крещением а не брось было тогда саса падает земля пишет многократно сходящий на нее у дождь и прозвращающая злак полезный тем для которых и возделывается получает благословение от бога а производящая тернии волчцы негодно и близка к проклятию которого конец сожжения ничего нету а теперь покаяние крещение одно и то же 238 он год покайтесь покайтесь запятая и до креститься то есть тут прямо разделение идет я знаю то что блаженна феофилак там говорит он именно вместе это имеет ввиду они просто одно покаяние это означает крещение нет он говорит что как раз да не будет что покаяния у него невозможно пока я невозможно имеется ввиду повторное крещение то есть то предыдущие стихи имеется вставлять невозможно прямо говорит почему дальше дает ответ сравнение земля пивши многократно сходящий на нее дождь то есть он был верующий причащался и прозвращающая злак полезно тем для которых возделывается получает благословение от бога а прозвращающая терния то есть впереди что он отступил теперь что она негодно близка к проклятию которого конец сожжение явно показывается что не принимается даже покаяния никакого нету и впереди об этом же говорится что ну нет жертву за грех жертву нет а если жертву нету ничего и нету мы можем понимать как угодно но я беру текст ничего не добавляя вот она полезна тем что делала дальше ничего нет от паши невозможно обновлять покаянием я не буду ли каждому человеку кому считаю скажу нет и да имей ввиду другое я могу объяснить что покаяние и крещение они вместе идут но здесь говорится о покаянии почему бы прямо не поставить крещение просто говорю как написано в толковании толкование не может быть выше самого сущего не надо толкование мы не можем дать большего значения чем самой библии это уже далеко зашло дальше я ему пишу это как раз ожидавствующих ждущих антихриста христос истинный бог теперь бога христос не признают богом я говорю бог римлянам 9 5 их и отцы и от них христос по плоти сущий над всем бог ну кто здесь благословенный аминь это я раздел специально что видно было сущий над всем бог речь на христе это я-то верю что христос вот дальше дальше сейчас найдем первая на 5 20 знаем также что сын божий пришел и дал нам свет и разум да познаем бога истинного и да будем в истинном сыне его и иисусе христе все есть истинный бог и жизнь вечная это кто о ком речь идет все есть истинный бог иисус христос христос истинный бог дальше тимофею третье место 16 стих и беспрекословно великое благочестие тайна бог явился во плоти о ком речь иисус христос христос бог третий раз прямо бог никакие тут свидетели сторожевой башни не могут подставить другое слово поэтому они написали другую книгу и все эти слова выкинули дальше оправдал себя в духе показал себе ангелом проповедов в народах принят верой в мире вознесся во славе о ком говорится о христе о христе значит от тебе 4 дальше колоссянам 1 16 ибо им создано все что на небесах и что на земле видимое и невидимое престол или господство или начальство ли власти ли все им и для него создано им создано насчет осознанных то создал бог конечно дальше евреям 18 13 а сыне престол твой божий во век века жезл царства твоего жезл правоты слово божий говорит о чем кто он боже написано бог но бог значит бог боже это у нас считается 7 по 6 падежей это именительные родительные дательные винительные это творительные предложены а это обращение боже так исаи 7 14 и так сам господь даст вам знамение сей дева в очлеве приимет и родит сына и нарекут имя ему эммануил но ему еще не знаю но дальше 9 16 100 ибо младенец родился нам сын данном владычество на раменах его и нарекут имя ему чудный советник бог крепкий отец вечности князь мира бог крепкий о ком это говорится младенец родился нам но не об отце говорится не о духе святом то что уже там пять шесть раз непонятно дальше матфея слава иисусу христу 1 23 сей дева в очлеве примет родить сына и нарекут имя ему эммануил что значит с нами бог видите как бог тут не надо ничего добавлять о ком речь идет на иисусе христе об иисусе христе дальше и она 113 вначале было слово и слово было у бога и слово было бог иисус христос и на тех это все иисусе христе говорится надо конечно ну кто слово было бог слово было у бога и слова было бог а кто бог то это христос дальше филиппийцын 26 11 и он Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Это об Иисусе Христоса говорится. Конечно, он, будучи образом Божиим, то есть это не ворованное хищение. Чужую славу не присвоил. Дальше. Ну, не чижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Ясно дело, что идет речь о сыне. И смирил себя, быв послушным даже до смерти. И смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Да бы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос. То есть Иисус Христос это Господь написано. Слава Бога Отца. Псалом 109.1 Сказал Господь Господу моему, сиди одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи и ног. Кого он Господом назвал, зя Давид? Христа. Ну да, конечно. Да, дальше. Матфея 22.44 Сказал Господь Господу моему, сиди одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи и ног твоих. Понятно. Это о Христе говорится Иисусе. Конечно. И Ешо примерно по-говоритски звучит. Да, да. Иоанна 10.33 Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты будучи человек делаешь себя Богом. То есть правильно они поняли его, он так и говорил. А где, говорит, говорил, что он Бог? Ну вот, пожалуйста, 10.33 Они за это его и убили, ты делаешь себя Богом. Как бы они это сказали, он сказал, нет, я этого не делаю, он это не опровергает. Делаешь себя Богом. Еще. Все. Ну, это уж все закончилось, он поблагодарил и все. Надо же, надо же, у вас много больше стихов, чем у всех писателей вместе взятых. Ну, не у всех, 10. 10. Повторяю, да, больше. А если взять по количеству знаков, это я все рукой писал, то больше не в два раза, а в четыре. У них там строчка, у меня длинная каждая строчка, да против каждой строчки еще место Библии откуда взято. Да что вы, повторяю, не поэт. Вот, не, 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 никогда не приму это мир. Какой я поэт? Это стихи, это проповеди в стихах. Представьте, 3467 тем, тема разных была взята. Вот теперь я вижу, что необыкновенное, чудное Бог сделал. Это за 9 лет. И за 9 лет одновременно в это же время было издано в печатном виде 38 томов. Это непостижимо, Бог сделал. Я со стороны наблюдаю, к себе ничего не приписываю. Благодать. Дальше. Почему вокруг меня столько людей, которые лютуют, ненавистные? Ну почему, как же? Златоуст говорит, пираты грабят не там, где солому везут, а где сокровища. Поражу пастырь, рассеются вовсы. Он же ни с чего сорвался, Роман-то, малыш. И не трогал никто. Он бросился на меня, Игнатий, еретик, псевдоправославный там лжем, миссионер. Миссионер. То есть те самые слова, которые кто-то говорит. Ну, каждый говорит то, что он знает. Я про них могу сказать? Нет. Я ничего не знаю. На их роликах я не был. Я вообще не хожу. Просто работаю сам и все. Ну бывает, иногда смотрю некоторые. Побуждают. Посмотрите. Вчера мне на два ролика сунули. Как одно селение у Белого моря. Песками их заносит. И я сейчас покажу даже. Это интересно было. Белое море. Самая северная пустыня. Ну, песок где. Под крышу заваливает. Во всем мире. Дальше. Рустам. Игнатий Тихонович, мир вам. Я посмотрел видеоролик Псалом 6.11. Да будут постыжены и поражены все враги мои. А 21.12.18 года. После чего я только удостоверился в том, кто такой Роман Малыш. И также, зачем он приехал к вам. Вот теперь появились и заступники его, которые будут дальше раскачивать вашу общину. Гоните его прочь. Человек живет на Украине. Был в Италии до этого. Ну, видно даже по фамилии, по имени, что, видимо, он дагестанец или кто. Ну, христианин ходит. И вот он вчера увидел, дает такой отзыв. Все. Я его не подгонял к этому. Но любому это видно, что он, Роман, не просто так, а засланец. Это определенно уже. Раз, дали сигнал. А как вы видите систему? Ну, так, с Украины послали. А здесь воспользовались этим. Говорится, прошел обработку. И через него вся эта мерзость, вся эта шушвальта поднимается, волна. Их сразу всех вычисляют. Где, кто сидит, там скрывается ник аватара. Это для соседа только тайна. А для властей, кто этим руководит, допустим, контакты, это все на виду. Вот сейчас принято в законе, там дома приняла, говорит, пять, кажется, лет или сколько хранятся. Все до одного телефонных звонка. Вот и все. Наведут порядок. Дальше. Почему тогда других не указывать, а тут указывайте? Ну, я знаю, что этот полезет к нему, он по мордасам даст и все. За ним не заржавеет. И на его, и здесь он ответит, как надо ему. Ну, вы согласны будете с Рустамом? Да откуда я знаю-то? Я молюсь за него. Дальше Вера Мурник. Ее тоже, то есть она не раз уже была, и я на нее надеюсь. Она пишет. Как понимать эти слова, Евреям 4.9? Посему для народа Божия еще остается субботство. На них всегда ссылаются адвентисты. Указано то, что суббота остается для празднования Божьих людей, а не воскресенье. Что им отвечать на это? Видите, сколько вопросов. А сегодня включается все. Я встал, пол первого ночи было. И ничего не могу, ни одного ролика поставить. Как только я захожу, менеджер в свою мастерскую-то, выключается. И перезагрузку давал, и модем раз десять выключал. Ничего не помогает. А утром Господь услышал молитву и стронулся. Что такое, пока не знаем. Кто знает, подскажите. Дальше. Я отвечаю. И весь закон Ветхий возвышен Христом до уровня пренебесного. Какой день была образована церковь Христова, когда его невеста получила дар? Деяние 2, 1, 4, 20 глава 7. Я ей говорю, теперь ты должен сознаться, в какой день. В воскресенье. Дальше. Христос своими явлениями подтвердил, что этот день предпочтен им. Это его день. День торжества, а не скорби иудейской. Иоанна 20, 19. Полностью. Я не знаю, выскочил или еще дальше. На вопрос, а как узнать истина, то ответ такой, где одинаково у всех, там истина. А что день Господень есть в воскресенье, первый день недели, это понимали даже все еретики так же. А как так? Вот все одинаково, католики, сектанты, там кто были, все одинаково понимают, что неделя состоит из 7 дней, тут спорить не надо. А почему? А если все не одинаково понимают, а где Дум Божий тогда? Ну хоть кто-то по-другому, нет, все одинаково. Все верят, что будет суд Божий, значит, с этим спорить не приходится. А если говорят, одни пойдут в рай и ва, тут некоторые говорят, ну, уничтожатых, тут можно порассуждать. Как соломы сгорят, как адвентисты пишут. Так, да и зачем бы нам оставаться с еретиками, у которых столько заблуждений, и которые без священства и не церковь, чтобы оставить сон святых, которые понимали именно так, как я сказал уже выше. Иоанна 16.22 Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваше никто не отнимет у вас. Могу им посоветовать, указанные мной места из Святой Библии прочитать не раз и с молитвой, это несложный вопрос. Днем Господнем в Святой Библии называется День посещения Господом Богом людей для наказания. Это отнюдь не суббота. Иоанна 1.15 О какой день, ибо День Господень близок, как опустошение от Всемогущего придет Он. Иоанна 2.1 Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на Святой Горе Моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает День Господень, ибо Он близок. Вот смотрите, вопрос задан, я подряд местописание беру, никто не отвечает у православных, никого по сегодняшний день, ни одного священника нет. Ну, может быть, кота я не знаю, потому что у них грамота, они начинают говорить там свое. Я показываю, вот так суд Божий будет, вот откуда это известно. Так, и суд Божий. Иоанна 2.31 Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит День Господень, великий и страшный. Амос 5.18 Горе желающим Дня Господня, для чего вам этот День Господень? Он тьма, а не свет. Амос 5.20 Разве День Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Авдии 1.15 Ибо близок День Господень на все народы, как ты поступал, так поступлено будет и с тобою, воздаяние твое, обратиться на голову твою. Сафония 1.7 Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок День Господень, уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать. 1 Солоникийцам 5.2 Ибо сами вы достоверно знаете, что День Господень так придет, как тать ночью. То есть это не День Радости, что означает дальше. Если Искуситель вопрошает, есть ли жизнь после смерти, то все остальное проистекает именно из этого вопроса, который и дьявол не ставил Христу, ибо души от дошедших ему видны. 2 Суббота всего лишь прообраз первого видимого творения Божьего промысла. Исайя 65.17 Ибо вот я творю новое небо и новую землю, прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А то я в Берри море их отвечаю. Видно, что она с Украины. Пусть бездушные адвентисты покажут, где же это творение было, и почему прежнее даже на сердце не придет тому, кто заново рожден, сотворен. А им приходит на ум та суббота, ревнителем с самым великим, той первой суббот, ту, будет последний зверь Антихрист. Она в субботу будет праздновать, ни пятницу, ни воскресенье. Празднующие субботу иудеи навязывали ее. Всюду против них и был Первый апостольский собор, о том послании Галатам. Интересно, вот суббота это первое указание в Библии дается. И вдруг воскресенье, первый день недели, а у мусульман пятница. То есть те еще не дошли даже до еврейского закона, а христиане шагнули дальше, что это есть. И евреи остались посередине. Прямо нигде Христос не учил противообрезания и со сохранения рода пищи, на чем Ио Петр споткнулся. Но в дальнейшем и это разрешилось, хотя не для всех. Адвентисты и здесь все еще держатся за левитом 11 глава. То есть христианам разрешено любую пищу есть. Благодарение молитвой. Ни одна секта не содержит в корне своего названия ад, как адвентисты. И не потому ли отрицает существование ада, или им про это нет надобности знать. И конец Нового. Покой наступил в первый день недели. Какое же еще нужно доказательство, если мы верим в новое творение? В Святой Библии нигде прямо не говорится, что у женщины есть душа. А адвентисты, как и саддуки, отрицают душу. Заповеди Божьи. О заповедях блаженств митрополит Кирилл Гундяев. Заповеди Божьи под епископ Александр Миллиант. Заповеди Божьи посредневной жизни Ермана Серафим по романам. Десять божьих заповедей святитель Николай Сербских. Быть христианином митрополит Сурожский Антон. То есть я даю данные, где ты можешь прочитать это дело. В интернете все это. Зачем жить по заповедям? Или три заблуждения христианской жизни Юрий Максимов. Заповеди, энциклопедии, изречения святых отцов. Толкование заповедей блаженства святитель Николай Сербский. Деколог или десять заповедей протерей Александр Мень. Вот так. Сергей Игнатов. Мир вам, песня, залетела душа в тело. Со смыслом. Вот человек чувствует в себе тело и душу. Они являются полным хозяином ни того, ни другого. Но влиять на них своим разумом, питаемым Словом Божиим, может и обязан. Чтобы телесные похоти и душевные состояния человека были под контролем разума, дарованного Господа. Да, я сейчас сказал, тут новый смотрел ролик этот, вот, это вчера выставил, где-то тут есть. А, это спрашивали, от кого там у священника, ну, Фатимская, Божья Матерь. Я говорю, книга к истинному православию, вот она где. Гордость папству страница такая-то, человек-убийство, ложь Ватикана, статья, и Фатимская весть, трагедия или надежда. Где это? Ну, вот где, к истине народ и прочее. И вот, Шойна. Шойна, рыбацкое село, умирающее под песком. От автора неизвестной России. И вот здесь найдете все. Вот, вчера я посмотрел, никогда этого раньше не было. Песок, дюны передвигают, море там, промышленная добыча была рыбы, и все опустело. И люди живут прям под крышу, под самый песок. Дома нельзя очистить, а другие все время песок чистят и чистят. Около дивана в избе, он оттуда вытаскивает, ну, там, может быть, ветер 10, песка надуло. Очень интересно. И они держатся. А у нас такая земля, никакого песка этого нет, но за песок деньги платим, привозим. И все, что-то недовольны, недовольны. Ну, срам один. Теперь хочу показать наши ресурсы. Вот, это мой мир. Я очень люблю из тех, ну, не считая там Ютуба, очень близок мне. Многое от него отняли уже. Сегодня вот что я сюда перекинул. Вот сегодня с этого на Ютуб ставлю, а потом сюда перетаскивают. Раз, два, это Библия. Два, три. Я на зла.